Всем привет! Сегодня мы с женой пришли на выставку «Малоэтажная страна». Малоэтажная страна – это такая выставка, где куча-куча домов. Сейчас пойдем разберемся, какие дома. Мы ищем определенный вид дома, нам не нужен каменный, но об этом все потом. А сейчас просто покажем, что представлено на этой выставке. Потому что нам ехать до нее надо было полтора часа. Огромный плюс всего, что здесь находится стоянка. Она пустая, она бесплатная. Да и самое главное – не пропустить вот этот поворот. Решили зайти вот в этот дом. Вот так он выглядит. То есть, что мне снаружи нравится, что видишь, якобы второй свет есть, есть балкончик. Ну, не знаю, хорошо это или минус. И он непонятно из чего сделан. Ну, скорее всего, это брус. В общем, вот его 150 метров, стоимость 4 гривена, 30 дней и срок возведения. Это каркасный дом. Так, вот видим мы. Что мне нравится – это окна большие. Ну, не реализовано отопление, конечно, в этом. Кстати, вот этот же дом похожей конструкции, только в свете коричневой. Ну, все-таки я что-то любитель светлого. Мне нравится. А, мы тут видим, как бы, типа экономию на свете. То есть, эту глухую стену сделали. Ну, пойдем. Ну, получается, здесь реализован второй свет. Кстати, на площади сколько? 150 метров. Очень даже хорошо. Интересно. Ну, видите, тут идет такая, может, как экономия на высоте. И спальня угловая. Но, если честно, не очень люблю вот эти все углы. Так, балкончик. Ну, все такое крохопеточное. С другой стороны, здесь поставил. Вот, о чем я говорил. Мне нравится. Так, ковка. Кстати, хорошо, что здесь окно вырублено. Потому что с моим ростом было бы некомфортно постоянно биться. Ну, в общем, да. Ну, у нас другой проект вообще. Да. А сколько метров? 145. Такое, после нашего дома, так все маленькое кажется. Как в комнатушке. Ну, скажу, впечатление не очень. Во-первых, потому что вот есть эти скошенные крыши, да. Ну, для 145 метров все хорошо. Но вот из-за того, что на втором этаже ты имеешь неполноценные комнаты, ну, лично мне это не нравится. То есть, наверное, если поднять, наверное, если поднять вот эти края, больше сделать пахоту, крышу не такую острую, то будет хорошо. Смотрите, вот этот проект довольно лучше, потому что у него есть полноценный второй этаж и плоская, можно сказать, крыша. Так, ну, смотрите, он обладает всего лишь 128 метров и, соответственно, сделал сосны или кедра. 3 миллиона стоит. Три месяца почему-то его делают. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, а зачем это здесь? А, в лестнице тебе донят. А, на второй этаж ты ничего не попадешь. А чем ты можешь поедать? Лестнице не мягче. Ну, вот, видишь, мы хотели, как раз, на второй этаж. Да, я не удовольствую. Попасть на второй этаж, потому что... Давай я завезу. Ну, здесь второй этаж, как и за счет того, что целиковая высота смотрится не так. Мне кажется, даже вроде там метров было больше, а тут как-то вверх кажется больше. А, там второй же свет был, а здесь нет. Да, вот видите, как бы цена дома 3 300, дешевле было, чем предыдущие, потому что нет второго света. Второй этаж, кстати, не удалось залезть, но мне кажется, было бы хорошо там бы жить. Ну, первый этаж под сомнением, то есть не хватает так одного большого окна в зале. То есть больше окон делать, и будет больше света. А так цена очень радует, недорогая. Но срок строительства 90 дней, что-то многовато. Так, еще один проект. Канадская изба, 124 метра. Вообще, стоимость в день 1 900 метров, 124 метров. Давай зайдем, посмотрим. Кстати, вот тут большие сразу окна, это большой плюс. Вот интересно, 2 миллиона вместится или нет. Мне кажется, нет, такие большие окна, и какая большая дверь. С окнами, с дверьми, с крышей, с фундаментом. А внутри это будет сделка с деревом, но и снаружи. Но вот здесь, где мы находимся, это не дерево? Нет, здесь не дерево. Стоить 3 800 метров будет стоить биоготового для проживания в варианте. И без внутренней отделки будет стоить 2 900 метров. Продолжение следует... О, это Америкина комната. Что-то маловато. Там люди работают. Они все какие-то маленькие. А вот это, который мы где-нибудь находимся. Это дом Парма, а здесь 42 квадрата. Вот, здесь есть... Ну, тут нельзя ее ни с чем совместить ту, которая 34. Собираем. Ага. Санузел и топочную переносим вот сюда. На втором этаже у вас получается раз, два, три спальни с выходом на балкон. Санузел. Ага. То есть, я 800, это с отделкой дерева. Покажите, пожалуйста, его планировку. То есть, мы пошли на первом этаже. На первом этаже мы имеем комнату. В общем, впечатление от канадской избы такое неоднозначно. Нашли проект, который все-таки интересен. Но нам нужен два дома. Второй маленький. Второй маленький, который за три вполне. Менеджер молодец, посоветовал. Все. Ну, там получается идея, что всякое сенсование себе бесплатно. Ну, в этот дом мы не пойдем. Ну, смотрите, что мне понравилось. Ну, ценник, как смешно, надеюсь, в общем. Здесь такой стеклянный десерт. Кстати, за счет него свет попадает сюда. Кстати, Алия. Так, еще один проект, который тоже нам нравится. Ну, просто нравится этот стиль. Да, вот такой домик. Здесь, наверное, он... Ну, 107 квадратов. Почему-то что-то мало. Все просто, все по линиям. Давайте посмотрим. Ну, первый этаж пока нравится. Вот эта лисенька. Так, плюс этого дома. Большие окна, выход на балкончик. Ну, пожалуйста, не выходите на балкон. Не установлено ограждение. Пойдемте. А, ну, видишь, он стол с чем-то метров. А, тут две... В принципе, вот две комнаты. А, ну, рабочая комната. Получается, не... А, здесь туалет. А, здесь туалет, да. Ну, давай в этот зайдем ради интереса. Ну, стиль на пятнадцатый. Да. 140 метров. О, это безблок. Сходи, мишка. Арболитовые блоки тут такие. У меня요. Учсу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok